Добрый-добрый-добрый вечер всем! Приветствую вас на Dota 2 Champions League. У нас пятый сезон, у нас уже финальные матчи группового этапа. На повестке дня Европейский дивизион и Ниндзи в пижамах играют против Балкан-Бирскорлеоне. На данный момент Балкан-Бирскорлеоне занимают шестую позицию, 7 игр сыграли, одну выиграли, 2 ничьи, 4 поражения. Вроде бы и страшно, но не так страшно, как у Ниндзи в пижамах дела обстоят. У них 4 игры сыграно, 0 побед, 2 ничьи и 2 поражения. Собственно, NIP здесь сражаются, ну в идеале у них еще 3 игры есть. В идеале им надо выиграть все, что только можно, чтобы где-то там укрепиться хотя бы в серединке. Над NIP у нас не кто-то там, а коллектив под названием Na'Vi. И Na'Vi будут играть с ниндзями сразу после Балкан-Бирскорлеона. Посмотрим, насколько на ходу у нас NIP и как ниндзи смогут выстрелить на Na'Vi. Пока что, собственно, ситуация у ниндзи вообще не лицеприятная. Ну ладно, переключимся на данный матч. Я расскажу, что у нас позже будет. Позже у нас будет очень веселый матч. Na'Vi и NIP. Я думаю, все знают, что там за перетрубации в составе команды Na'Vi произошли. Кто вернулся, кто вернулся еще раз, недавно уйдя. А кто вернулся, уйдя давным-давным-давно. Ну, речь немножко попозже об этом пойдет. В принципе, будет пауза, расскажу. Ладно, на данный момент ниндзи в пижамах. Взяли уже Найт Сталкера себе. Взяли Зевса, Эншент Оперейшена и Дизраптора. Со стороны команды Балкан-Бирскорлеона, Бэтрайдер, Лина, Рубик и Скайрос, Маг в пике. Луну не забанили. Что означает, что Эрос может взять своего героя. Ну, как мне видится, Луна здесь могла бы заходить очень свободно, смело. Найт Сталкер отправился бы в сложную вообще, наверное, или Зевс, наверное, отправился бы в сложную. Найт Сталкера можно поставить на мид, а Луну с Дизраптором и Эншент Оперейшеном отправлять. Формить. Ну, посмотрим. Вообще, ниндзи в пижамах, собственно, мне кажется, у них девиз в любой непонятной ситуации пикой Луну для Эры. У Балкан-Бирскорлеоны по лайнам. Бэтрайдер отправится в сложную. Насколько мне это видится, Лина будет либо фармить легкую, либо это для W33, либо все-таки Лина у нас отправится на мидлейн. Тогда нужно взять еще одного керри. Фантом Лансера заманили НИП и Би-Би-Си заманили Спектру. Под глобал стратегию, под Эншент Оперейшена и Зевса, да, это, в принципе, верное решение. Поэтому ниндзям надо как-то отсюда выкручиваться. Глобал страта, в принципе, простая. Зевс дает ульт, Эншент Оперейшен увидел, куда там ульт Зевса прилетел и сразу же пускает свой ульт туда. Ну, а дальше Спектра юзает Хаунт и просто разваливает у нас потерпевшего героя. Ну, это то, как могло бы быть. Так не будет, потому что Спектра у нас баня. Рейс Кинг появляется для команды НИП. Все, укомплектовали состав. Вот появление Рейс Кинга у меня вызывает некоторые вопросы. А с другой стороны, решили, я так понимаю, помощнее взять героев, которые будут переживать весь рассказ команды Балкан Бирскор Леона. Пока что рассказ просто чокнутый. Здесь Лина с Лагуна Блейдом, который вплевать на все БКБ. Здесь Скайрос Макс с Мистик Флеером. Ну, и Бэтрайдер, который из любой вообще перди сможет вытащить любого игрока и под рассказ двух этих героев отправить. Опять же, тут Рубик с понижением МДФ. Ну, все, в принципе, в серьезнейший Мэджик Дэмэдж. Джаггернаут для Балкан Бирскор Леона. Последний герой Керри Джаггернаут для W33. Все, героев разобрали. Расходятся по лайнам. Так, 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 небольшие изменения. Секундочку. Все вниз. Вот так вот. Все, в принципе. Так, Силкит забирает себе Эншент Опарэйшена. Ну, в принципе. BBC. Давайте по BBC пройдемся сразу. Ну что, BBC. И обзор забирает себе Рубика. Массакари берет себе Бэтрайдера на сложную Экзист. Экзист на линию у нас отправляется на мид-лейн. W33 фармит на Джаггере нижний лайн. И Леви на Скайросмаге будет тоже у нас саппортить нижний лайн. В принципе, с Джаггером будет тут знатная туса. Со стороны команды N.I.B. Найт Сталкер у нас для Йонаса Фанов сложную. Лимб на Зевсе будет отыгрывать мид-лейн. И так, Рубик-то у нас уже просел по ХП. Где это происходит? Рубик у нас за руну решил побороться. Чуть не оторвали Рубику маску его. Лимб будет играть у нас на Зевсе, как я понимаю, на мид-лейне. Да, так и есть. Силкит на Ancient Operation. Эра будет играть на Рейс Кинге. И Йонасу Фан, вы уже видели, отправился у нас в сложную лень. Стоять Йонасу Фану придется против Джаггера. И очень достающего вообще Скайросмага. Бесячного-прибесячного Скайросмага. Который... Который попросту... Ну, попросту будет постоянно... В принципе, Найт Сталкера спамить. Постоянно отгонять от крипов как можно дальше. Не давать возможности сфармить. Если Йонасу Фан вот так не будет себя вести. То тоже не по шансам. Скайросмаг два шага назад сделал. И... Развалил у нас Йонасу Фану. Все, в принципе, закономерно. Скайросмага. Очень маленький... КД на всех скиллах. Монопул тоже, в принципе, не огромный. Ну и плюс рейндж атаки. Что здесь на сложной линии у Массакри дела чуть-чуть попроще. Хотя, в принципе, тоже трипла достаточно функциональна. Так, у нас Кинетик Филд есть. Подняли у нас Массакри. Рубик. Откуда вообще? Где у нас Рубик? Кто-то поднимал его. Как так? Мне показалось? Или там... Подняли... Нет, нет, нет. Это в стане у нас был Массакри. Да, это я запустил в него стан. Я ж испугался. Думал, Рубик почему-то в составе команды NIP. Тут чудеса творит. И обзор в это время по лесам BBC прогуливается, забирает. Забирает что? Забирает время своей команды, ну и делает мультистаки. И обзор здесь, в принципе, все для Лины готовит. В принципе, база для удачного фарма. На мидлейне. В это время экзист. 11 на 1. У лимпа 11 на 0. Идут очень и очень ровно. Ну, рассказ-то здесь у Лины один раз и мощно. А у Зевса много по чуть-чуть. Но, в принципе, коэффициент полезного действия примерно одинаков. Под хостой у нас Йонасом Фан. Пошел настреливать Леви, ну и уже под Тауэром. Тут куда, в принципе, Йонасом Фану лезть? Понятное дело, что на ранних левелах под Тауэр Найтстаккер себе не позволит врываться. Массакари. Опять здесь накаляет Силкит. Кстати, Силкит-то может и огрести плотненько у нас от Массакари. Хендскин. Дальше здесь за Массакари. Глимс назад. У Эры есть Стан. И, по-моему, Бэтрайдер опять отлетит. Ну, 100%. Это не по-моему. Это объективная... В принципе, объективность совершенно. Потому как шансов у Бэта пережить такую страту, мне кажется, никаких. И, скорее всего, Лине придется жертвовать своим фармом. Потому что Бэтрайдеру самое время настало отправляться на стаки крипов в собственный лес. Появится? Не появляется. Тут 4 стака крипов. Все. Массакари здесь какую-то денежку, да еще и приличную денежку получат. Тыщенка какая-то докапнет. Что? 1-2 счет. Забрали у нас так. Зевса у нас на мидлейне забирают. Вот хендскин здесь. Но хендскин уже нигде в сумме поможет. Правда, Лину разобрали. И обзор. Глимсует его назад. И, скорее всего, еще один фраг для команды NIP. Войт через 2 секунды. И Янусом Фан должен фраг забирать. Да еще и жадничает Янусом Фан. Решил не юзать Войт. Ну, уже понял, что ситуация такая, что лучше бы потратить ману. Разваливает у нас Рубика на мидлейне. 4-2 счет на данный момент. Ну и по золоту. Давайте посмотрим. По золоту 100 всего в пользу BBC. По экспириенсу BBC тоже сотню выигрывают. Хотя сделали всего 2 фрага у нас BBC. А 4 фрага сделали команда NIP. Здесь опять же, здесь Массакри нормально вывозит по левелу. Всего, в принципе, в порядке. Бэтрайдера изгнали у нас со сложной линии. А здесь ситуация тоже, в принципе, приятная. Стак за стаком. И у Массакри уже появляется Транквил Буцы. Дальше будет больше. Это понятно. Янусом Фан с дабл демеджем. Пошел к раз чужих крипов, как я понимаю. Ищет Бэтрайдера. Находит и обзора вместе с Экзистом. Под ноги. Ну, Лагуна Блейд уже есть у Экзиста. Под ноги Лайт Страйк Эра. И в лицо Лагуна Блейд. Пятая минута. Счет 3-4. 5 минут сыграли. По золоту у Би-Би-Си выигрывают 600 или даже 700. По экспириенсу чуть более 700. Тоже в пользу команды Балкан-Бирск Орлеона. У НИП... В общем-то, по лайнам-то проблем, каких-то провалов серьезных нет. И лайнер оставили относительно удачно. У Би-Би-Си больше, в принципе, проблем. Тут Бэтрайдер, который лайн свой потерял и возможность фармить нормально. Тоже потерял левел получать. Да, это прекрасно. Понятно всем, что... Так, у нас зацепили. В-33 очень быстро разбирает в Йонасом Фан. Тут даже не успеваешь переключиться по убыванию ХП. Лина. Та же история на Мидлейне. Лимб. Даблкилл на Мидлейне. И Скайрос Мак. Да где же вы? А как же это успеть за всем? Успеваем. Скайрос Мак. В принципе, три фрага от команды НИП в разных частях карты. Ни один из фрагов я не пропустил. Вот такая вот скорость. Шесть минут сыграна и счет 7-3 НИП вырываются вперед и по фарму, я думаю, уже должны обогнать Би-Би-Си. Сейчас графики обновятся. Увидим. У Эры 45 на 13. Эра по фарму вообще не чувствует конкуренции никакой. У Эры все великолепно. Да, тут W-33 тоже вроде парень с очень ровными руками. Но у Эры абсолютно фрифарм был на лайне. Бэтрайдер не может себе позволить даже близко к репам на лайне подойти. Да, леса, конечно, его владение. Но вот лайн команда НИП вообще не отдает у нас Массакери. Массакери должен заниматься таким тут бизнесом, теневым, в принципе. Небольшое пиратство от Бэтрайдера. Скайрос Мак тоже в собственном лесу гуляет. Ну, вообще, как-то у нас скопление героев в лесу команды Би-Би-Си. И верхняя часть карты их вообще, как я понимаю, не интересует. На мид лейне у Экзиста. 40 на 4 у Лимпа. 31 на 4 на Зевсе. Давайте на Нетворсе переключимся. В принципе, время-то уже приличное. Почти 8 минут сыграли команды. 3 800 заработала Эра. 3 300 у нас для Экзиста. И 3 250 для Лимпа. Экзист. Лагуна Блейд есть у него в этом билде. Но Лагуна Блейд, скорее всего, у нас и останется для Лины. Для лучшего. В принципе, на лучшие времена. Зев забирает на мид лейне Лину за счет ульты. В принципе, для такой красотки ульты вообще не жалко. Лина ценный персонаж в составе команды Балкан Берскорлеон. Чего бы не потратить. На нее все необходимое. Рубик проседает по ХП в собственном лесу. Йонусом Фан у нас ночь врубил. И валит Рубик как только может. Еще один удар. И обзор разваливается. Ну и также убили у нас Скаря Смага. Где это сделал Зевс? Здесь же. Здесь же. Неподалеку совершенно. Ну что, НИП завелись. 3 10 счет. По золоту они выигрывают уже более 2000. По Экспириенсу тоже 2 с копейками. Это просто за счет фрагов. Лимп еще думал кого-то найти в кустах. Никого здесь нет. Команда BBC спаслась бегством. Найт Сталкер. Уже 1000 по голде. Бутсов Спид есть. Белт оф Стрэндж есть. Чуть-чуть совсем времени. И приобретет себе Пойнт Бустер. О, Пойнт Бустер. Пауэр Трэдс, конечно же. Так, у нас драка на топ-лейне. Я обзор. Слишком далеко зашел за Тауэр. Тут 2 удара и обзора Тауэра. И все. И ХП. Тут подарок вообще для Йонусом Фана. Юзает стики, но это ненадолго. Йонусом Фана нормальный мувспид. И что я обзор? Так я обзор убегает. Один удар в спину. Все. Рубика отвалили. 3.11. BBC просто посыпались. Они выигрывали тут около 800. Теперь уже до 4000 скатились на дно. И NIP выигрывает еще и по экспириенсу. 4 с копейками. У Лимпа уже есть Аркан Буци. Есть Солринг 1100 сверху. Его визави Лина. До Юла. До Юла еще собирать и собирать. Не стаффа Физердри здесь нет. Так ульта пошла у нас от Ancient Operation на mid lane. Лимп под Сайленсом. Но ульта в принципе есть. Но не подставляется. Здесь Лина если бы не Сайленс. То раскастовка от Лимпа без вопросов забрала бы у нас Лину. Ну как-то обезопасили своих тиммейтов. Игроки команды Балкан Берскален. Сделала это именно Скайросмак. И спасибо большое Ливе за это. Тут минимум 2 фрага можно было Зевсу делать. 1200 у Зевса на руках. Думаю по такой игре можно смело идти в Бладстоун. Чтобы нон-стоп спамить у нас всеми скиллами. Потом уже выходить в Аганим. Там если будет Бладстоун. То по фрагам Лимпа и по фарму. Бладстоун себе сможет позволить. Ой Аганим точнее сможет себе позволить. Достаточно быстро. Собрать. Рейс Кинг. Тысяча по золоту после Хэнд оф Мидас. Аэра отправляется в лес. Линию отдают Ябзору. Сформить в соло. Опять же до поры до времени. Только выйдет кто-то из серьезных ребят. Ябзор. Я думаю в четвертый раз у нас отправится в Товер. Но уже прокликали по Ябзору. Бежит Йонас Мфан. Ульта Ancient Operation не попадает у нас по Рубику. Йонас Мфан немножко здесь подфармит. W33 за Хэнд скином. Ульту не стал W33 взять. А сейчас кстати у нас могут и забрать Джаггера. Нет. Отменяет сюда ТП кто-то там из героев. Я так и не понял кто это был. Короче говоря понял W33 что будет под сейв у нас у Хэнд скина. И побыстрее ушел с лайна. Теперь есть под сейв для самого W33. У Леви близко уже. Ситуация к шестому левелу. Как только будет Mystic Flayer. Одиноких ребят. Типа Дизраптора и Ancient Operation. Можно будет очень быстро забирать. Пойнт Бустер есть у Силкида. Появляется еще один Мидас. В составе команды НИП. На этот раз Леонас Мфана. Найт Сталкер и Рейс Кинг. Все у нас уже в золотую ручку вышли. Ульта аппарата полетела как я понимаю на Мидлейн. Никого у нас аппарат не цепляет. Лимпа поймал Массакери. Сразу же раскастовка от Экзиста. И забирает Доминейтинг Стрик у нас. Лина. Ей вообще это как подарок был. От Бэтрайдера. Наконец-то по золоту что-то себе хоть позволило. Ставфа Физдердри уже появляется. И Войд Стоун также для Экзиста. Готовый Еул для Лины. 13-ая минута. Неплохой тайминг. При учете того, что много денег у нас собрала Лина. Благодаря убийству Зевса. Можно было, конечно, и пораньше бы собрать Еул. Но 3 смерти для Мидера, сами понимаете, не самая приятная ситуация. W33 уже практически стер у нас. Тавр совсем немного остается. Как-то удар переагр. Удар переагр. W33 на скелле. Леви недалеко. Мом прилетает для Джаггернаута. Фейсбуцы и Мом, и Тауэр забирают у нас НИП. Сами, собственно, его денает. Ябзор догорает у нас от ульта Ancient Operation. И что? Один в один разменялись игроки команды BBC и НИП. Силкит забрал себе Ябзора. А так, еще и Зевса и Дезраптор у нас на ЛОХП. W33 разультился на нижнем лайне. И что? Будут ловить у нас Джаггернаута. Игра такая сумбурная, скомканная. Команды движутся по всем точкам карты, просто успевая переключать камеры. Мне кажется, даже на автоматическую легче поставить и следить за тем, что нам Дота покажет. Ну, конечно, так не будет. Будем смотреть моими руками. Вы уж извините. Поймали Найт Сталкера. Под ноги Мистик Флэйр, Лайт Страйкерой и Лагуна Блейд на закуску. Экзис забирает четвертый фраг для себя. При трех смертях, ну, уже не так плохо, как было до этого. Дорогого Зевса убили. Не менее дорогого Найт Сталкера забрали. Ну и что? Глимсует у нас Массакари. Массакари должны здесь забирать. Массакари пытался на Клифф взлететь. Не получилось. 7-14. NAP не прощают одиночных фрагов от BBC. Как только умирает кто-то из состава команды Ниндзи в пижамах, сразу же Балкан Берскорел и Леонок следом отправляются в таверну. 1-2. В принципе, уже по ситуации. Но то, что одним фрагом на 1 отвечают 100%, это факт. У Рейс Кинга уже имеется Митрил Хаммер. В принципе, вопрос. Нет, это не вопрос, это ответ. Гловс оф Хейс и Мэйл Стром. Рецепт на Мэйл Стром был уже в курьере. Эра приносит себе. А Мэйл Стром будет выходить в итоге в Мьолни Рейс Кинг. Классическая сборка. Ну, в принципе, что там. Вампирики есть, ХП много, ульта крутая. Рейс Кинг нуждается только в скорости атаки и в Башере, собственно. Что еще нужно? Все остальное будет из артефактов. Появляется обычно у него Мьолнир, Кераса, Башер, который бушится в Абисал Блейд. И все, Массакери, кстати, куда-то у нас вернули. Куда-то улетел. Никуда не вернули. Это он... Это он... Я думал, вернули у нас в ряды команда НИП. Нет, вернули по Тавер. На 16-й минуте 2000 в пользу команды НИП. По Экспириенсу 4 тоже в пользу Ниндзи в пижамах. При учете их преимущества в 7 фрагов. Честно говоря, по золоту и по Экспириенсу могло быть как-то и побольше для них. По фарму на первом месте Эра. Рейскинг перемещается у нас на Мид Лейн. Давайте по артефактам быстренько пробежимся. У Найт Сталкера. Есть ПТ, есть Мидас. Боттл, Стаут Шилд и чуть-чуть вспомогательных артефактов у Эры. Видели уже Мейл Стром и Хэнд оф Мидас. Вместе с ПТ у Аншент Оперейшн. Есть Тафа Физер, Дрипо и Бустер. Силкид все пытается выйти у нас в агоним. Ну и, наверное, у него это получится. Два убийства, ноль смертей. В принципе, для Силкида пока все хорошо. У Зевса есть Даггер, есть Боттл, Сол Ринг. У Дизраптора урна и Бутсов Спит. Со стороны команды Балканбирс Корлеон. У Рубика появляется Войд Стоун. И обзор собирается выйти у нас в Ю, как я понимаю. У Бэтрайдера Даггер, Транквил Бутсы, Курьери Пусто. Забрали у нас НИП в это время Роху. Ну и Найт Сталкер забирает себе Аегис. Сразу же вылазка во вражеский лес. У Юна Сумфана еще немного будет ДД. Никого пока не нашли. Если найдут, я думаю, сразу будут разбирать. В-33, сразу же ульта. Под ноги Статик Шторм. И команда НИП немножко допригорает. Хотя забрали у нас в итоге Джаггернаута. Забрали у нас Бэтрайдера. Я думал, уже в Статик Шторме Балкамберс Корлеону смогут еще и навалять у нас Ниндзя. Нет, не получилось. Слишком толстый Рейс Кинг уже имеется 1400, практически 1400 ХП. У Найт Сталкера тоже по ХП все великолепно. 1250. Опять же, это один Пауэр Трэдс. Больше ничего. Но НС известный силач у нас. Для Лины появляется Даггер. По счету 7-16. По золоту НИП выигрывают 5 с копейками. По Экспириенсу тоже 7 с половиной. Ульта аппарата на мидлейн. Экзист отцепляет, но, по-моему, не попало конкретно. Немножко зацепило движением самой ульты. Массакри ловят здесь. Кстати, ловит-то не кто-то там эра своим ультом. У нас ловят Массакри. Так сильно засловились. Еще и Войт был, кажется, про юзан от Найт Сталкера. Разорвали Массакри. Бэтрайдер умирает просто у нас как ребенок. Постоянно. Эра. По голове Джаггернаута отправили в таверну. 8-18. Разменялись 3 в 2. Нет, нет, нет. Что 3 в 2-то? 2 в 2. Разменялись ульт. Ульт Рейс Кингая. У нас Дота считает почему-то за убийство, за фраг. Понимаете, номинально это ничего вообще не значит. Найт Сталкерс Милл Тауэр был отгрызнут. Найт Сталкерс Милл Тауэр. Найт Сталкерс Милл Тауэр заданали табор и внизу. То же самое и на миде. То же самое было внизу не так много времени назад. Так что BBC по золоту мало чего могут отгрызть. В данной ситуации 7000 по золоту сейчас. По экспириенсу где-то к 10 приближается преимущество команды Найт Сталкерс. Продолжение следует... Субтитры делал DimaTorzok 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 Дейзеев сыграет за NAP Сам себя убивать ультом не будет это точно В Ancient Operation уже появляется Аганим Одиннадцатый левел аппарата, второй ульт Аганим имеется, ну и всё Для BBC настают тяжёлые деньки РА5 у нас на рошане Найт Сталкер в это время Спускается поближе к своей команде На мид лейне у нас Найт Сталкер И есть у него инвиз Ульту провязал Йонасом Фан Сайленс не дал, а очень зря не дал Сайленс Получи Сайленс в ответ Ульта аппарата Попадает по леви Один, просто один раз каст у нас По Скайросмагу бы еще Один воет от Найт Сталкера Скайросмаг бы отъехал Йонасом Фан выиграл цели В принципе по желанию Пошел сайвить свою команду, пока падает Рошан, а Эггис для Эры Попробуй убери его теперь Ancient Operation в итоге добивает Скайросмага до Тикола Ну и ульта от Зевса свое дело сделала Соул, бустер появляется у Зевса Есть уже Соул Ринг и совсем чуть-чуть До рецепта на Бладстоун Остается лимфу Все, Бладстоун готов Рецепт уже летит в Курьере Для Зевса Силкида практически готов В Пауэр Трэдс Надо укрепляться Ancient Operation Понятно, что Силкид у нас практически в файтах не участвует Но если где-то его зацепят Надо хотя бы 2-3 спыла пережить Так-то сейчас нормально В принципе по ХП все У Силкида ХП никогда не бывает лишним Особенно на саппортах Можно просто не успеть дать рассказ Если за тебя серьезно возьмутся У Зевса есть уже Бладстоун 8 зарядов Только-только прилетел для лимфа данный артефакт У Йонаса Фана есть Аганим Драма Фендеранс Боттл и приобретает Найт Сталкер Гем А гем для кого? Для чего? Для Девардинга Как я понимаю Кстати, его ли это гем? Нет, это гем Эры Вот так вот Рейс Кинг позволяет себе Даже такие незапланированные траты Эра еще и гем приобрел для всей команды Вообще по Найт Ворсу на первом месте у нас Капитан команды NIP 15 тысяч на его счету Уже имеется Ultimate Orb И 1500 после этой пачки будет по золоту на руках Ultimate Orb куда? Неужели Линкен Сферу? Линкен Сферу Скадимонт Стайл Даже не знаю Сайт оф Вайс вряд ли будет Эра собирать Это уже, наверное, не лишним Я думаю, Линка у нас для Рейс Кинга Чтоб просто не убивали вообще его В принципе, да Потому что ХП-то можно сносить За счет ульта Лины А так Гляди, что полезно Да и цеплять его В ЮУ поднимать тоже В принципе, выгодно для команды Балканберг с Корлеоном Поэтому Скорее всего, для Эры появится В скором времени Линкен Сфера Ульзивса Глимсуют назад Джаггернаута Пытались глимсонуть Но через Блейдфьюри Джаггер отсюда уходит У Экзиста До Аганима Остается совсем чуть-чуть Всего лишь 100 с копейками Ну, нет Не добивает машинку 250 Остается у Экзиста До Аганима У Джаггернаута Блейдфелакрити появляется После Манта Стайла Джаггер у нас Я даже не знаю, куда у нас Джаггер выходит Блейдфелакрити зачем? Аганим, что ли, будет на W33 Или Диффуза Это будут Статик Шторм Под ноги у нас Лине Лину очень быстро съели Эра дамажит уже невероятно сильно Эра у нас пошел в скаде Вот такие дела У нас Рейскин будет замедлять Еще и команду Балкан Берскорлеон Я думал, будет Сейвовый вариант от Эры Но, с другой стороны Чем не сейвовый вариант Туча ХП Нормальная скорость атаки Немножко демеджа Ну и такой хороший Дополнительный эффект На самой Физической атаке От Эры А может просто купить себе Еще 3 алтимейт арба Будет бегать с 5 У Джаггера Диффуза собрана Вот так вот Джаггернаут решил у нас Уйти в диффуза Оставить без маны Рейскинга Тут попробую Еще срежь эту ману Так, ульта от Зевса Что такое? 2... А, нет Одного только Только Джаггера Забрали 15-27 По золоту 10 с копейками НИП По экспириенсу 10 с лишним Тоже в пользу команды Ниндзя в пижамах Эру будут забирать У Эры есть Ринкарнейшн Сейчас Эра через 2 секунды Встанет И интересно Смогут ли его развалить Эра бежит Эра сражается Силкит ловит у нас Ульту от Экзиста Эра дальше за Экзистом Поднимают его в ветра И будут скорее всего Здесь кать Но здесь просто Раскайтить Можно у нас Рейскинга Так-то в принципе С руки долго его ковырять Рейскинг готов Драться дальше Его оставляют Просто-напросто В покое В это время Йонасом Фан Хэнскин и Лимп Умудрились забрать Трех героев Команды Балканберс Корлеона Потеряли НИП Только Только Ancient Operation и ульт Race King В Мусакоре уже есть даггер и есть 4-став Опять же, Эра переживает рассказ команды Балкан Берскорлеон Если не переживает раз, переживает второй раз после проюзывания Реинкарнации Прилетает уже Скади для Эры, еще и дополнительное золото капает с Ancient Вообще по фарму Эра, конечно, очень далеко у нас ушла Но это известный фармила на всей европейской дота-сцене Экзиста ловят, Статик Шторм под ноги Из Кенедик Филда у нас в итоге убегает Лина Зевс не дает далеко, в принципе, убежать у нас Лине Хэнскен остался жив, забрали мидера команды Балкан Берскорлеоны Почему в BBC не дерутся все вместе, мне непонятно Они просто как-то в одиночку гуляют по лайнам и поочередно сваливаются Джаггер с Омни Слэшем и нападать на него вообще нелегко Надо Сайленс или что-то в Джаггера Ну, сразу же Хэнскена забирает Джаггер и бежать отсюда ТП-аут пытается сделать и, наверное, получится Вот Башер был бы не лишним у нас для Найт Сталкера 4.300 на руках уже у Йонеса Фана имеется В принципе, Башер-то можно было купить, чё и 500 сдачи осталось бы Но тут Башер и Уэры, скорее всего, появятся в итоге Ну, что одному, что другому герою с нормальной скоростью атаки Башер будет вообще не лишним Ну, кто-то бы собрал Керасу тоже вещь полезная А БКБшек-то вообще нет, как я понимаю Ни у кого Нет никому БКБ в составе Найпи почему-то не нужды Думают, что одним Статик Штормом здесь отделаются у Дезраптора И таким образом команда Би-Би-Си вообще не будет кастовать Ну, я в это слабо верю Здесь, опять же, не Лина так Скайросмак Не Скайросмак, так Рубик Есть ребята, которые могут цеплять Которые могут жизнь тебе хорошенько поломать И почему БКБ нет, непонятно Ну, Найпи верят в свою неуязвимость Пока что у них, правда, всё получается великолепно 35 минут сыграли 15 тысяч по золоту По экспириенсу тоже 15 тысяч в их пользу Жилкида, на Ancient Operation после Аганима ещё и Power Threads появляется Аппарат нормально запакован, так у него счёт 5-3-4 Где вообще такое видно, что аппарат у нас таким серьёзным был Как у Скайросмаги, у которых иногда появляются какие-то колоссальные ресурсы И умирают они в 2-3 раза меньше, чем убивают Но не в этом случае Сейчас Скайросмаг у нас, как по мне, классический 0-5-4 Пикаем Скайросмагу, он будет умирать Мы будем радоваться На Сакаре появляется Огр Клаб Готовится выйти в Black King Bar Как там дела у Джаггера? После диффузов ещё 2 700 На руках у нашего румынского игрока Команда Балканберс Корлеона Экзист Аганим Юл, Даггер, Бутсов Тревел У Рубика Юл есть и Огр Клаб И обзор, скорее всего, выйдет в Аганим Как я понимаю, есть что украсть Тот же Зевс, тот же Тот же Дизраптор Если Статик Шторм стащить у Дизраптора Можно вообще перевернуть всю игру Рефрешер Орб для Зевса 16-й левел есть При удачном раскладе Если попадает у нас аппарат ультой По троим, четверым, пятерым Эти 3, 4, 5 у нас умирают От двух ультов Зевса Это 100% Тут Аганим лимпу, наверное, может даже и не понадобиться Не стоит забывать, что у Unshed Operation уже есть Аганим А значит ульта дамажит слишком долго Чтобы не навредить команде Балканберс Корлеона Ну и два ульта Зевса тут свое дело сделают У Дизраптора появляется Аганим Запакованные на IP намного лучше, чем их оппоненты Это касается не только керри, но и саппортов Видите, что происходит с Леви У него 0.5, у него 3.700 NetWars на 37-й минуте Ну и со стороны команды NIP Самый бомжовый здесь хендскин У него практически 7000 БКБ на Рейс Кинге Наконец-то, хоть одна разумная идея Вот команда NIP Тут, в принципе, БКБ, я так смотрю Особенно не выйдет ничего Касательно спилов Да, он и выйдет дэмэдж Который может нанести, например, Бэтрайдер своим лассо Хотя нет, лассо у нас не дамажит Лассо-то у нас не дамажит Да, это уже с моей стороны ошибка Короче говоря, и выйдет БКБ тут по минимуму Разве что Лайт Страйк Эррей от Лины Драгон Слейвы и Мистик Флеер со всем раскастом от Со всем раскастом от Скайросмага Ну а так, в принципе Все остальное проходит у нас сквозь БКБ Некоторые Ульты даже Обычной физухой бьют У Леви полетел ульт аппарата Не попадает Или попадает Попадает Леви, скорее всего, здесь развалится Лимб Зевс забирает Еще один Килл Счет у него становится 8-4 Ну и плюс один Плюс один Заряд в Бладстоун Найт Сталкер Уже приобретает себе Керасу Есть Аганим Есть ли там Башер у кого-то Со стороны команды Найпи Нет, до Башера еще Не созрел никто У Эры, кстати, на руках 940 Выкладывает Хенд оф Мидас Чего выкладывать Чего не продать Непонятно Лежит до поры до времени Думаю, чуть попозже Эры У нас все, что надо продать Продаст Пилят Тауэр Игроки команды Найпи На Мидлейне Обзор не врывается Масакери тоже ждет Своего Звездного Часа Но здесь Файерфлай Только появится у Масакери Можно будет врываться Опять же, кто будет подставляться Я думаю, Рейс Кинг Все-таки есть у него Аэгис Плюс Реинкарнация Пока будут убивать У нас троих Леориков Вся команда Найпи Я думаю, в деле Будет участвовать Команду Би-Би-Си разберут Джаггер в это время Подпушил под Хайграунд вообще Команда Найпи Топ-лейн Донес до Т3 Какой хитрец В это время на Мидлейн Выходит команда Найпи Пошли сыпаться бараки Внешних товаров Кстати, у команды Балканберск Корлеона больше не осталось Можно отсюда не уходить А просто снести Тауэр и пуш Джаггер, бедняга там мучается Ульта аппарата Попадает здесь по леви Леви рассыпается Сто процентов Я обзор ульту не поймал Экзис Не под ультой аппарата Ну, потеряли только Скайросмага На лолл ХП с Дизраптор На собственной базе Гоняет его Дабл-33 И ТП-аут отсюда Мидлейн для Команда Найпи Развален был Что погибает у нас Рейс Кинг А Эггис пока не потерял Только реинкарнацию Эггис по-прежнему Остается у нас У Рейс Кинга Дабл-кил для Джаггернаута Дальше месят Команду Найпи Вот это зашли Вот это Погуляли на вражеском Хайграунде По итогу файта Полторы тысячи Для команды Балкан Берскор Леон Ну, теперь Эра Решила развернуться И Избить нашу Огненную женщину 85 секунд Не будет здесь Лины Если Байбек У нее Нет Байбека Нет Байбек Был уже И можно заходить Без Лины Без Джаггера У Джаггера есть Байбек Но надо заставить его Проюзать В таком случае Если вдруг не Байбека То еще одна сторона падает А потом еще одна А потом Трон А потом Мега Крипы И все И нет пути вообще Для команды Балкан Берскор Леона Я кстати напомню Это игра в формате Бест оф 2 Здесь два матча Не связаны Между собой В принципе Две катки Бест оф 1 Фактически Одна за другом Ну, одна за другой Реинкарнацию Опять сбивают у нас Эре А Эггис Таким макаром Вообще здесь не потеряет И обзор Сам себя поднимает Юл Два удара от Эре И обзор разваливается Джаггер в это время Забирает здесь Зевса Эра отсюда уходит И появляется Скади у Джаггернауна Да никуда Эра отсюда Не уходит У него 5 стон на руках У него куча вообще Дэмэджа Нормальная скорость атаки Большое количество Хейлс Пойнтов Эра Мьелнир вокруг себя Стадик Шторм Под ноги Джаггернауна Джаггера должны забирать Да, Джаггера у нас забирают Байбек Нет байбека У Джаггера Ни у кого нет байбеков Кроме Рубика В составе команды Балканберс Карлеона Рубик здесь сам не боец Ну и можно смело Идти на третью сторону А можно идти на Т4 Башек появляется Для Эры Немного поздновато Но лучше поздно Чем никогда Ну и топ лейн Сразу же Хенскен отправляется На топ лейн Йонасом Фан Тут даже Все бегут на топ лейн Команда BBC Понимает Чем это закончится Они пишут Good game Well played Поздравляем NIP Первые матчи не выиграли Сейчас ответная встреча А дальше NIP будут сражаться С Na'Vi И возвращение Легендарного Артстайла Чуть менее легендарного Но тоже Фаника И тоже возвращение Все это мы увидим Уже в 21 по Киеву И 21 по Москве Пока не переключайтесь Небольшая заставка музыка Следующая Игра Ниндзи в пижамах И Балкан Берскор Леон Будет через 2-3 минуты До скорой сяди Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok